На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Олег Пек и Александр Шунин с вами проводят это утро. Здравствуйте. Здравствуйте. И к нам присоединяется наш коллега Абик Элкин. Доброе утро, Абик. Доброе утро. Здравствуй. Спасибо, что второе утро подряд соглашаешься в такой неурочный час выходить с нами на связь. Мы сегодня хотим поговорить с нашим коллегой Абиком Элкиным как безусловнейшим экспертом в политических вопросах о том, что происходит в правительстве и почему, несмотря на не то чтобы обещания данные ранее, но сигналы, которые были поданы о том, что до муниципальных выборов никаких изменений не произойдет, они все-таки произошли. А речь, конечно же, идет о том, как лихо вчера в течение буквально нескольких часов из правящей коалиции выпихнули остатки партии КПВЛВ. Так, Абик, как ты можешь объяснить происходящее и какие прогнозы? Да, ну вот, как мы убедились, что не только пандемийный коронавирус очень быстро передается, но и вирус правительственного кризиса очень быстро перескакивает от одного министра к другому. Наши радиослушатели наверняка помнят, все началось вот с этой истории, со сменой партийной принадлежности господином Виттенбергсом, который перешел из, ну, фактически умирающей, будем говорить прямо, КПВЛВ в ТБ Весу Латвии. Сначала все думали, что обойдется, но не обошлось, и КПВЛВ, как мы знаем, потребовало отставки господина Виттенбергса, ну, и дальше вот этот вот вирус, ну, такого недоверия и правительственного кризиса начал циркулировать по всему правительству, и неожиданно под угрозой оказалось кресло самого премьера, потому что, как мы знаем, в притязаниях или претензиях на постминистра экономики заявили ТБ Весу Латвии, которые посчитали, что несправедливо затронули их министра, при том, кто затронул, как они посчитали, партия, которая уже не имеет ни сил, ни влияния. Потом новые консерваторы сказали, подождите, подождите, мы вообще самая крупнейшая фракция в правительстве, а что это давать нам постминистра экономики, почему ТБ Весу Латвии? У нас в Сейме аж 15 голосов, плюс мы контролируем несколько независимых депутатов, ну, и так можно было ожидать, что еще кто-то заявится на этот пост, и в результате господин Калинич сначала решил, ну, может быть, рассосется, пускай улягутся страсти, давайте 7 июня, 5 июня пойдут выборы, все выспаться после выборов, и 7 июня, в понедельник, мы приступим к переговорам о новом распределении постов. Но, насколько я понимаю, в Кулуарах остальные партнеры дали понять, что так долго они ждать не хотят, и вообще не хотят зависеть от результатов муниципальных выборов, к примеру, новым консерваторам это невыгодно, поскольку может быть всякое с учетом их рейтинга, и в результате я бы сказал, что Калинич и его окружение сделали достаточно хороший ход, на мой взгляд, и убили двух зайцев, если так можно сказать. Во-первых, избавились от партии, которая имеет очень ограниченное сейчас представительство в Сейме, можете себе представить, после выборов их было 16 депутатов во фракции, сейчас осталось 5, это минимальное вообще необходимое количество для фракции. То есть еще один человек уйдет, и фракция вообще распадается. И в коалиции во время этих секретных переговоров было решено, что нет смысла вообще на этих людей с 5 мандатами ориентироваться, и у них уже два министерских поста есть, и они еще требуют третий. Не жирно ли им, и давайте мы их вообще скинем с этого правительственного корабля, во-первых, тогда мы сможем поделить оставшиеся вот эти три поста, и партнеры будут удовлетворены, и коалиция будет более компактная, и мы разрешим сразу вот этот вот в корню, на корню решим вот все эти вопросы, связанные со стабильностью правительства. Ну, так в результате и было сделано. Конечно, новые консерваторы сделали такой тоже интересный ход на моей памяти, ну, наверное, почти впервые, когда своя же партия, своего же министра вот так вот зачищает. Взяли, выкинули госпожу Шуплинскую. Но, видимо, и новые консерваторы понимают, что дальше с такими непопулярными министрами им просто не поплюти. Они через год на выборах все им просто не преодолеют 5% барьер. Ильга Шуплинская уже на протяжении полутора лет одна, самый непопулярный министр в правительстве Калинча. Так показывают все опросы. Ну, честно говоря, она все сделала для того, чтобы было именно так. Абсолютно справедливо, да. И вот они решили под эту сурдинку заодно вот так тихенько, без скандала, просто взять ее отозвать и госпожу Гузнеца из Сейма, кстати, школьного педагога, поставить на пост министра образования. Ну, в результате, как, я думаю, наши радиослушатели уже знают, Виттенбергс возвращается на пост министра экономики. Экономист почему-то идет на пост министра благосостояния. Так что вот, ну, а как я уже сказал, министром образования будет госпожа Музнеца из Сейма, еще один депутат Сейма, Мария Голубева, возглавит министерство внутренних дел. Это будет вторая женщина-министра в истории руководства этим ведомством. Так что тоже будет интересно. Ну, госпожа Голубева вообще с системой правоохранительных органов никогда не была связана. Она вообще тоже эксперт по образованию. Ну, посмотрим, как дальше это все будет. Ну, и по защите прав, прямо скажем. Да, да, и еще она преподавала политологию, определенные исследования делала в этой области. В общем, ничего не было связано с министерством внутренних дел. Но нужно сказать, что так у нас бывает. Министр здоровья у нас тоже связан с музыкой, с экономикой, сколько не со здоровьем. Ну, посмотрим, как дальше это будет происходить. В результате, мне кажется, что на короткое время, ну, на короткое, может быть, на более длительное правительство удалось стабилизировать, если не произойдет что-то такое экстраординарное, к примеру, при обсуждении бюджета осенью этого года, а бюджет будет очень сложный, то правительство, скорее всего, вот так вот доковыляет, если так можно сказать, до октября следующего года, когда пройдут сеймовские выборы. В принципе, вариантов-то немного. Даже если поменяют премьеры, коалиция-то будет все равно та же самая, даже если премьеры поменяют. В этой связи несколько вопросов. Министры отставлены, но не до конца ушли, потому что до того, как Сэм проголосует за новых, они продолжают, так сказать, быть ИО. Интересно, когда это может произойти? Конечно же, уже после выборов. Я имею в виду муниципальные, ближайшие в эту субботу. Как ты оцениваешь кандидатуры? Ну, может быть, чуть-чуть подробнее? Да, ну, обо всем по порядку. Вообще-то Каринч грозился уже сегодня подать в Сейм. У нас сегодня, кстати, очередное и неочередное заседание парламента. Их три намечено. Может быть, будет и четвертое. Поэтому я даже не исключаю, что сегодня днем или вечером будут эти изменения утверждены. Кстати, ведь коалиция перед тем, как выкидывать КПВЛВ, ну, посчитала, сколько у них есть штыков, если так можно сказать, в Сейме. Ну, насчитали минимум 56-57 голосов. Ну, это вполне достаточно, во-первых, для того, чтобы эти изменения в правительстве провести. И вообще, чтобы, ну, правительство более-менее себя, ну, стабильно чувствовало. Как мы знаем, ну, 51-52-53 голоса практически управлять невозможно, потому что кто-то там не смог подсоединиться сейчас в виртуальном у нас заседании. Кто-то уехал, и в результате нет большинства. Ну, 57-58 – это уже достаточно стабильная коалиция. Поэтому я не исключаю, что уже сегодня, не дожидаясь никаких муниципальных выборов, вот эти изменения в правительстве произойдут. Что касается министров, ну, вот Гатте Сеглитис, которого я упомянул, у него, в принципе, очень хорошее образование. Ну, по Севи, мы можем судить по Севи. Он закончил Истокгольмскую высшую экономическую школу, он закончил и Венскую дипломатическую академию, и учился в Италии, владеет шестью языками. У него была неплохая карьера в МИДе. То есть, в принципе, человек, подготовленный для работы или в системе иностранных дел, ну, понятно, что пост министра иностранных дел у нас занято, или вот как раз министром экономики или министра финансов, вот он был бы, наверное, мне кажется, более подходящей кандидатурой. Но в результате ему только достался пост министра благосостояния. Кстати, вот я забыл упомянуть, что этот пост занимала Рамона Петровича, вторая самая непопулярная министра вообще в правительстве, и которая должна была уйти в отставку или должны были уволить еще два месяца тому назад три. В разгар этой жуткой пандемии в пансионатах, когда люди заражались, умирали, да, и министра благосостояния в УЗ вообще не дуло. Так что фактически то, что ее освобождает от должности, ну, это, в принципе, закономерный итог. Правда, здесь нужно тоже понимать, что госпожа Петровича была избрана в Сейм, то есть наверняка она возобновит свой депутатский мандат. То же самое сделает и госпожа Шуплинская, которая уже вчера вышла. Кстати, так обидела, что вышла из новой консервативной партии, и теперь непонятно, как она будет голосовать, будучи независимым депутатом Сейма. Будет ли она вообще поддерживать правительство или нет? Так что еще, конечно, вопросы есть, и я думаю, что вот это количество независимых депутатов, которые уже тоже побило рекорды, это, наверное, тема отдельного разговора. У нас, по-моему, сейчас уже будет с уходом Шуплинской из новой консервативной партии. Шесть. Чуть ли не тринадцать, четырнадцать даже. А, тринадцать даже? Независимых вообще депутатов, это какой-то абсурд полнейший. Абсолютно. Депутатов избирают по партийным спискам, они потом все становятся независимыми. И ни от кого не зависит. Так что еще, что касается госпожи Голубева, перед ней стоит вообще сложная задача, поскольку, ну, министерство внутренних дел, ну, как мы знаем, это очень такое сложное, большое ведомство, масса проблем. Мы видим, что нужно расследовать, и не очень эффективно это пока получаются, эти громкие заказные убийства. Министра-то сама, естественно, их не расследует, но она должна обеспечить нормальные функционированные структуры, привлечение финансов. Ну, я думаю, что для нее эта сфера достаточно незнакомая. Да, она последние пару лет пока была в Сейме, была в комиссии по национальной безопасности, но это больше спецслужбы. Так что посмотрим, как вообще она сможет справиться с этим явно таким неженским делом, ну, увидим. А Виттенбергс, который так красиво ушел по меня в партии и вернулся через пост госсекретаря Министерства экономики, его возвращение, на твой взгляд, свидетельствует о его качествах управленца и конкретно министра экономики, или это очередной просто политический компромисс? Ну, нужно сказать, что у господина Виттенбергса был один плюс явный, это то, что мы успели понаблюдать. Он ведь недолго был министром после того, как Немир оставил эту должность. Так вот, у него есть один плюс, что очень важно для министра такого ведомства. Это умение находить общий язык социальными партнерами. Это профсоюзы, это конфедерация работодателей, торгово-промышленная палата, вот эти отраслевые ассоциации. Действительно, в это тяжелое пандемийное время все-таки он к ним прислушивался, подготавливал те или иные инициативы. Другое дело, что правительство их в основном отвергало. Помните, в свое время он уже давно требовал открытия и летних террас, и вообще, чтобы кафе и бестро были открыты, чтобы были открыты все магазины в крупных торговых центрах. Но только сейчас это было сделано уже в отсутствии господина Виттенбергса. Так что, на самом деле, может быть, как такой коммуникатор, или человек, умеющий находить компромиссы, он и неплох. Мне тяжело сказать, насколько он компетентен в экономике. Он работал в туристической сфере на небольших должностях, потом работал, я так понимаю, в одной торговой фирме, тоже на не очень большой должности. Но это, наверное, другой вопрос. Но в любом случае он возвращается уже на ту должность, которую он занимал. И здесь даже вопрос на него компетенции. Для ТБ Рису Латвии было очень важно показать, что они не просто какая-то там фракция, машина для голосования в Сейме. Они действительно имеют большое влияние на кабинет министров. И раньше они на кабинет министров влияли, помните, мы тоже об этом не однократно говорили, идеологически. То есть они предлагают какую-то инициативу по ужесточению языковой политики. Все берут под козырек. И все говорили, вот это идеологи. Но, в принципе, особого влияния на другие сферы у ТБ Рису Латвии нет. Как мы видим, теперь есть. И они поиграли мужскому. И фактически, по моей информации, именно они потребовали КПВ, ЛВ сбросить с этого правительственного корабля. И, к слову, сказать про КПВ ЛВ, каково будущее этой партии, если даже Кайминш, один из ее создателей, вчера сказал в том смысле, что, ну и слава богу, что министров этой партии исключили из правительства. Ну, фактически, мне ее вообще тяжело даже представить. Конечно, чудеса всякие бывают, что это вообще партия выживет. Да, ну вот она проигрывает уже все последние выборы. Понятно, что ничего ей особого не светит, видимо, и на этих муниципальных выборах. Но фактически, даже вообще непонятно, есть ли это партия. Ну, то есть она формально есть. Там какая-то борьба идет правлений. Меняет бесконеческие направления. Во фракции, как я уже сказал, осталось пять депутатов. По-моему, уже переименовали другая группа партии партии в Российскую Латвию. Да, именно так, да. И мне кажется, что фактически ее ждет та же Ути, что и партию в прошлом парламенте, партию Ингуны Судоровы. Поэтому я не вижу никакого будущего. Фактически, эта партия живет, это единственное, с чем можно с господином Хайменьшем согласиться, он вчера комментировал, живет только за счет того, что ей причитаются государственные деньги. Если мне память не изменяет, порядка 250, около 300 тысяч евро. Тысяч, да, 300, а то, по-моему, даже больше. 300-400 тысяч эта партия получает. Ну, извините, это очень солидные деньги. И поэтому еще вот эти люди не разбегаются, потому что можно использовать эти деньги на предпринимательные компании, на то, чтобы содержать офис, сотрудников и так далее. Если бы был закон такой, что нет больше фракции, или одна партия раскололась, распалась, то ее лишают финансирования, я думаю, что уже вчера бы от этой партии не осталось бы и следа. Ну, это как бы такое мое мнение. Абик, а вот не парадоксально ли, что, казалось бы, такое хромое правительство Каринша, которому, в принципе, не предрекали долгой жизни, тем не менее, вот такое лоскутное, тем не менее, вот оно показывает чудеса выживаемости по сравнению со многими, но другими правительствами, которые не доживали до следующих сеймовских выборов. И как вчера президент и назвал, компактная коалиция способна доработать до следующих парламентских выборов. Да, ну вот посмотрите, всегда ведь нужно оценивать, какие есть альтернативы. И новое единство, ну, как очень опытные такие политические зубы, и Каринш тоже, они ведь, я думаю, сейчас в Кулах, когда шли эти переговоры, они же просчитывали не только математику в сейме, но и какие могут быть комбинации. Ну, кого они выкидывают? Новые консерваторы уже сказали, что зелеными крестьянами они не пойдут. Зеленые крестьяне всегда считались такими запасными игроками. Это значит, что что? Нужно тогда выкидывать новых консерваторов, брать зеленых крестьян, которых осталось в сейме 12 человек, да? Значит, меньше, чем новых консерваторов. И тогда они полностью зависят от КПВ, этих 5 человек, да, которые вообще непонятно, они один день решают так, другой день решают так. И они должны будут тогда еще зависеть очень сильно от всех этих, простите за таптологию, независимых депутатов. То есть особых альтернатив нет. Понятно, что согласия никто в коалицию включать не будет. Это мы все понимаем, да? Поэтому в этом парламенте, ну да, можно было оставить ту самую коалицию и попытаться поменять премьера. Но ведь смена премьера автоматически по закону означает отставку правительства. Значит, Каренщ становится ИО, начинаются длительные переговоры, президент должен выдвигать кандидатуры. То есть идет все по кругу. Если мы помним, 4 месяца, 5 почти заняло после выборов формирования коалиции. Ну кто сейчас хочет, особенно в пандемию, в экономический кризис, вот проходить эти 7 кругов ада? Поэтому я думаю, что даже те, которые там были более агрессивно настроены, типа ТБ Веселатвии кричали, верните министра, или новые консерваторы, которые кричали, что он тоже причитается. В принципе, они же все понимали, что, ну, особых альтернатив нет. Разрушить все это можно, но эту конструкцию они будут так создавать, что в результате действительно у Левица возникнет желание распустить 7. Поэтому я думаю, что особых вариантов не было. Тем более, что все прекрасно понимают, что Левица своего ученика Калинча поддерживает. Если вы помните, он был у него преподавателем в Мюнстерской гимназии в Германии. Так что они знакомы, сколько там лет уже, наверное, 30-40. Так что и господин Левица тот президент, за которого вся эта коалиция голосовала. Особых вариантов там нет, я не вижу. Поэтому я предполагаю, что если не произойдет что-то экстраординарное, и какого-то партнера при принятии бюджета не обидит, то это правительство доработает до октября следующего года. Огромное спасибо, Абик, за комментарии. Мы беседовали с нашим коллегой Абиком Элкиным, безусловным экспертом в происходящем, мы говорили о новом, обновленном составе этого мученического, можно сказать, правительства Калинча. Конечно же, потом все это в расшифровке можно будет прочесть внимательно на портале Микс Ньюс ЛВ. Абик, еще раз огромное спасибо, хорошего тебе дня. Мы же продолжаем, и после паузы мы поговорим о вещах гораздо более легких, но тем не менее тоже примененных скандалами о красоте, о продукт-плейсменте, о штрафах, о блогерах, инфлюенсерах. А пока, вот напоминаю, плюс 24 по Латвии, по-моему, 20 в Риге, и температура воды плюс 17 градусов в Эцеке сегодня поднимают синий флаг и открывают компанию на безопасности на воде.